Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи. Сперва разведай, какие будут трудности и оцени свои ресурсы. Потом разработай план с учётом этих двух переменных, возьми то, что есть, найди то, чего не хватает, ну и наконец реализуй план. Всё просто. Для начала определимся с задачей. Есть виртуалка с линуксом, и на ней нужно добавить место на файловой системе. Нужно определить вводные параметры, так как от них зависит всё. Вывод кардой команды обязательно скриншотте, так как это поможет понять, как было раньше. И, возможно, потом это поможет при восстановлении, если что-то пойдёт не так. Карда инфраструктура в некотором роде уникальна, я не могу разобрать все варианты. Мы возьмём пару популярных случаев, вы поймёте логику и с остальными случаями справитесь сами. Итак, начнём с результата и будем двигаться обратно. Какую файловую систему нужно увеличить? Ответ на этот вопрос должны знать вы. Зачастую это корневая файловая система, которая забивается данными, какими-нибудь логами, и если вам повезёт, вы успеете заранее давать пространство. Ну или другой вариант, вам заранее говорят, или вы сами предвидите, что в какой-то файловой системе, где лежат данные, в будущем добавится много данных, и текущего выделенного пространства перестанет хватать. Чтобы понять, какую файловую систему мы хотим увеличить, нужно посмотреть список примонтированных файловых систем. Так мы можем найти различные параметры, по которым можно будет найти целевую файловую систему. К примеру, если я хочу увеличить корневую файловую систему, то легче будет понять по точке монтирования. Корень, то есть знак слыш. Если, скажем, я не знаю, куда монтируется, но знаю, что осталось мало места, то можно будет разобраться по таким параметрам, как use, available и size, на сколько процентов используется, сколько места свободно, и общий размер файловой системы соответственно. Я определил строку по тем или иным параметрам, и в первом столбце этой строке я увижу файловую систему, то есть ответ на мой вопрос. Но если вы вдруг так и не нашли, какую файловую систему вам нужно увеличить, можно понять по директории. К примеру, вы знаете, что на этом сервере база хранит все данные в директории varlib, и что для этой базы нужно больше места. Найдем файловую систему по этой директории. Тут мы видим, что varlib относится к корневой файловой системе. И это только вершина айсберга. Следующий вопрос, где находится файловая система? Понятно, что на диске, но в современных операционных системах могут быть различные прослойки, с которыми тоже нужно считаться. К примеру, LVM. У нас есть диск, на диске есть раздел, на разделе есть физический том. Поверх физического тома построена группа томов, на которых строится логический том, поверх которого ставится файловая система. И это еще очень простой вариант. Если добавить сюда шифрование, рейды и прочее, будет целый небоскреб. Файловая система – это всегда последний этаж. Если вы вдруг вздумаете расширить пентхаус, то нужно будет предварительно расширить карты из нежестоящих этажей, начиная с фундамента. Возвращаясь к нашему вопросу, давайте не будем гадать и введем команду lsblk. Она поможет и определить небоскреб, какой этаж на каком стоит, и найти, на чем строится наша файловая система. У нас все просто. Та файловая система, которую мы нашли, находится на LVM. Видно, что LVM ссылается на SDA2, который является разделом диска SDA. Если вдруг вам показалось, что это просто и в этом любой дурак разберется, то вспомните тему про Stratis. Тот же самый lsblk, но нифига не понятно. Помните математику. Главное не ответ, а правильное решение. Поэтому мы пойдем по длинному пути. Итак, мы определили, что целевая файловая система находится на LVM. В нашей задаче вместо LVM могут быть другие прослойки. У каждой прослойки свои инструменты для запроса информации. В случае с LVM это LVS, VGS и PWS. Вспоминаем наш небоскреб с LVM. Мы начали с последнего этажа файловая система. Зачастую файловая система и нижележащий слой адресуются одинаково. То есть наш путь devmapper alma.linux.alma.root это и файловая система, и логический том, на котором она находится. Представьте это как бутылку с водой. Нижележащий слой это просто оболочка, внутри которого находятся данные. Спускаясь ниже, мы должны найти, на какой группе томов находится наш логический том, и из каких физических томов состоит эта группа. Для первого шага нужна команда LVS с логическим томом. Тут мы определили, что наш логический том относится к группе alma.linux.alma. Для следующего шага нужна команда VGS с этой группой. Тут мы можем найти информацию, сколько места всего в этой группе и сколько свободно. Если у вас есть достаточно свободного места в группе, то спускаться ниже нет необходимости, так как пространство можно сразу взять отсюда. Однако, скорее всего, свободного места в группе у вас не будет, поэтому спускаемся ниже. Берем команду PWS. И смотрим, к каким физическим томам относится наша группа. В моем случае это всего один физический том, devsda2. У вас их может быть несколько и даже на разных дисках. В случае с LVM можно увеличить любой, либо добавить еще один физический том. Но лично я не сторонник создания еще одних физических томов, дисков и разделов, так как это только усложняет фундамент. Сегодня вы добавите один диск, завтра еще один, и в итоге будет какая-то каша. Лучше увеличить один из физических томов. Как и в случае с файловой системой и нижележащим логическим томом, также и физический том относится к нижележащим, они делят один адрес, как бутылка с водой. В нашем случае devsda2 это как второй раздел диска SDA, так и логический том. Так мы понимаем, что файловая система в нашем случае относится к диску SDA, и его нам нужно будет увеличить. Итак, мы добрались до самого фундамента. Но и здесь нужно разведать информацию, так как популярны два вида фундамента, две таблицы разделов. И тут есть свои нюансы. Для начала выведем информацию о диске с помощью F-диск. Во-первых, очень желательно, чтобы раздел, который мы хотим увеличить, был крайним. Таблицы разделов очень банально устроены. Они хранят информацию, где раздел начинается и где заканчивается. К примеру, в моем случае увеличить SDA2 будет легко. Просто поменять значение AND на большее. А вот с SDA1 такое не прокатит. Сразу после его последнего сектора идет первый сектор SDA2. И сделать, чтобы он закончился в одном месте, а потом продолжился в другом, не получится. Если вдруг была бы задача увеличить SDA1, то это было бы довольно сложно. Пришлось бы двигать все содержимое. А если это был бы LVM, то как решение можно было бы создать еще один раздел и добавить его в группу. Чего мы не хотели бы делать, но это всяко улучшить перемещение раздела. В нашем случае все просто, но возможно в будущем я разберу более проблемные случаи. Помимо положения раздела, также может сыграть роль тип таблицы разделов. Есть два популярных типа. DOS, который часто называют MBR, и GPT. С GPT проблем особо не будет, не считая крайность раздела. А вот с DOS есть еще один нюанс. Деление на основной, расширенный и логические разделы. Очень многие не знают особенностей таблицы разделов DOS. Из-за этого могут по ошибке создать большие проблемы. Поэтому давайте немного разберемся. В таблице разделов DOS может быть всего 4 раздела. Их называют основными. Primary. Но это ограничение когда-то стало создавать проблемы. Из-за чего придумали обходной механизм. Один из этих разделов используют как эдакую коробку. Внутри которой можно создавать другие разделы. Вот этот раздел коробка называют расширенным разделом. А разделы внутри него называют логическими разделами. Сам по себе расширенный раздел нельзя использовать как обычный. Он почти никакого пространства не занимает и является просто ссылкой на логические. Расширенный раздел не обязательно четвертый. И может быть и второй, и третий раздел. Номер не важен. Но говоря с точки зрения увеличения пространства, если целевая файловая система находится внутри логического раздела, к примеру SDA6, то вам вначале нужно будет увеличить коробку, а уже потом SDA6. То есть сначала нужно расширить SDA4, а потом SDA6. Возвращаясь к нашему случаю. У нас хоть и таблица разделов DOS, но всего два раздела. Оба из них основные, поэтому никаких дополнительных нюансов. Просто увеличиваем SDA, а потом SDA2. Но SDA это имя диска в самой системе, и оно выдается динамически при каждом включении. Если у вас подключен один диск, ничего искать не надо. А если дисков много, легче всего будет понять по размеру диска. Если же у вас подключено много дисков с одинаковым размером, тут конечно придется повозиться и нужна информация как с системы, так и с гипервизора. С точки зрения гостевой системы, информацию о диске можно найти с помощью утилиты LS-скази. Но на каких-то дистрибутивах ее может и не стоять по умолчанию. Тогда можно посмотреть через CSS. Опять же, тут все индивидуально и зависит от гипервизора. Например, с гему КВМ можно определить по юнит номеру. Я специально его поменял, чтобы не был нулем. Выставил пятеркой. И в системе эта пятерка видна в наших командах. Для остальных гипервизоров нужно гуглить другие методы. Но это все слишком специфичный случай, поэтому мы это опустим. Окей, диск, который нам нужно увеличить, мы тоже определили. Следующий вопрос. Кто управляет диском? А точнее, на каком гипервизоре находится виртуальная машина и где находится нужный диск? От этого зависит, как мы будем его увеличивать. Понятное дело, у каждого гипервизора свой интерфейс и свои команды. Некоторые гипервизоры для изменения размера диска требуют выключения виртуалки. К примеру, VirtualBox. Другие, к примеру, ESXi, позволяют это делать на лету. В некоторых случаях диск для виртуалки может быть выдан по сетевому протоколу. Например, iSCSI или Fiber Channel. То есть, есть отдельная система хранения данных, на ней создали диск и его указали в гипервизоре для конкретной виртуалки. Зачастую гипервизору выделяют большой виртуальный диск и он там сам управляет пространством для различных виртуалок. Но также возможно выделить диск напрямую в виртуалке. И вот в таком случае гипервизор не может изменить размер диска. Это уже нужно делать в системе хранения данных. Но это довольно специфичный случай. Попробуем ответить на этот вопрос. Я буду использовать гему КВМ, так как в виртуалбоксе для изменения диска виртуалку надо выключать. К примеру, если в другом гипервизоре без выключения изменить размер диска или добавить новый диск, то гостевая система может не заметить эти изменения и нужно будет выводить дополнительные команды. Если систему выключить и включить, то эти нюансы отпадут. Нам же предпочтительнее без выключения, чтобы рассмотреть побольше. В прошлом вопросе мы уже взяли информацию о диске с гипервизора. Тут мы можем посмотреть, где находится файл этого диска. Именно его нам нужно будет увеличить. Итак, всю необходимую информацию мы собрали. Теперь приступим к следующей стадии. Когда вы планируете какую-то комплексную задачу, чтобы во всем этом не запутаться, можно нарисовать блок-схему. Давайте зафиксируем собранную информацию на схеме. Так как мы задавались вопросами от обратного, то есть от результата, то теперь переворачиваем порядок вопросов. Начнем с вопроса, кто управляет диском. Ответов может быть много, и они могут даже не касаться виртуализации. Но рассматривать все варианты в рамках одной темы нереально. Поэтому мы предположим два варианта, касающиеся именно виртуализации. Гипервизор и система хранения данных. Еще раз повторюсь, чтобы не было путаницы. Когда я говорю, диск находится на SHD, речь не про общий диск, выделяемый хосту с гипервизором, а отдельный диск, выделяемый конкретной виртуалки. Это очень специфичный случай, но он подойдет для общего понимания картины. Итак, если диском виртуалки управляет SHD, то увеличиваем его там. Если же диском управляет гипервизор, то нужно задаться еще одним вопросом. А какой гипервизор? Как мы говорили, некоторые гипервизоры, к примеру, виртуалбокс, не позволяют увеличивать диск у работающей виртуалки. И в таком случае нам нужно будет выключить виртуалку, увеличить диск и заново включить виртуалку. Это не проблема для какой-нибудь тестовой или домашней системы. А в рабочей среде не каждую систему можно безболезненно выключить. Некоторые системы могут работать годами без перезагрузки. И в таком случае нужна возможность изменять диск на лету. Для примера, это можно сделать на гипервизорах ESXi или GEMU-KVM. Просто на работающей виртуалке увеличиваем диск. Но при изменении диска на лету нужно задаться еще одним вопросом. Увидела ли система эти изменения? В зависимости от гипервизора и наличия гостевых дополнений, операционная система может увидеть это изменение, а может и не увидеть. Если нет, то нужно дополнительно вручную запустить сканирование диска в гостевой системе. И после того, как система увидит, что диск увеличился, возникает следующий вопрос. Где находится файловая система? Ответом на этот вопрос будет башня, которую мы изучили. Как мы и говорили, в каждой системе эта башня может отличаться. У кого-то больше этажей, у кого-то меньше. Но суть одна этажа. Нужно поочередно увеличить каждый этаж, начиная с фундамента. Все предыдущие шаги нужны были для увеличения диска SDA. Увеличение каких-то этажей будет совмещено. Скажем, при увеличении физического тома, группа томов тоже увеличивается. Но и после того, как мы увеличим файловую систему, стоит убедиться, что все сработало. Проверим размер файловой системы. Теперь зададимся вопросом, а какие тут риски? Ситуаций может быть много, но есть две особые, которые все перекрывают. Можно сломать диск или сломать файловую систему. К примеру, вместо увеличения диска, можно случайно указать диск меньшего размера. Да, обычно есть какая-то защита от дурака, но представим, что не помогло и мы насильно уменьшили диск. Тут уже ничего не поделать. Единственное спасение это восстанавливать бэкап. Обычно это очень долго и мучительно, а для компании это может быть еще и очень болезненно. А если бэкапа нет, страшно представить. Так что единственный, хоть и болезненный вариант, это бэкап. Поэтому прежде всего убедитесь, что есть бэкап целевой системы. Но есть куча различных других ошибок, которые можно совершить и поломать разметку диска, файловую систему и все такое. Так как риски огромные, то обязательно указываем бэкап в начале нашей схемы. Но если случится худший сценарий, сервис будет не работать, пользователи будут доставать вас звонками, пока вы будете возиться с восстановлением бэкапа. Это очень плохо скажется на ваших нервах, поэтому желательно подобные операции проводить в нерабочее время. Итоговая блок-схема выглядит так. Итак, мы разработали план, мы оценили риски, теперь приступаем к реализации. Начальные шаги будут отличаться на разных системах, в зависимости от гипервизора и расположения диска. Будем считать, что вы знаете, как на вашем гипервизоре сделать бэкап в виртуалке или увеличить диск. Я же рассмотрю свой вариант на гему КВМ. Итак, в качестве бэкапа копируем диск, о котором мы узнали при разведке. Дальше увеличиваем диск до нужного размера. Проверяем, увидела ли система эти изменения. Для этого сойдет F-диск. Сейчас мы видим 18 гибибайт, а раньше было 16. Значит увеличилось. Кто-то может спросить, вроде до 20 увеличивали, почему же 18? Потому что мы выдали 20 гигабайт, а в F-диске мы видим гибибайты. Если же ваша система не увидела эти изменения диска, то, как мы и говорили, нужно просканировать диск на изменения. Это можно сделать с помощью следующей команды. Эта команда заставит ядро пересканировать информацию о диске и заметить, что, оказывается, у диска другой размер. Итак, фундамент у нас увеличен. Теперь нужно увеличить раздел SDA2. Итак, заходим в F-диск и смотрим таблицу разделов. Как вы помните, тут важно, чтобы раздел был последним. В чем суть увеличения раздела? Мы удаляем раздел и создаем заново. Не бойтесь, ничего не поломается, если удалить раздел и сразу заново создать с тем же начальным сектором, и чтобы конечный сектор был тем же или больше. Начальные и конечные сектора видны в столбике START и END. То есть, пока вы находитесь в F-диск, никакие изменения на диск не пишутся. Изменения сохранятся только при выходе. И еще раз напомню, что если у вас таблица разделов DOS и есть расширенный раздел, то сначала нужно увеличить расширенный раздел, а уже потом логический раздел внутри расширенного. В нашем случае расширенного раздела нет, поэтому начинаем с удаления второго раздела. Теперь нужно заново создать второй раздел. Обратите внимание, что при создании первый сектор совпадает с тем, что был до удаления. Конечный сектор раньше был 33 миллиона, теперь стал 39 миллионов. То есть, диапазон увеличился, а значит раздел стал больше. F-диск увидел, что на разделе есть метка LVM и уточнил, стоит ли нам ее стереть. Выбираем N, так как мы не хотим затрагивать никакие данные. Прежде чем сохранить изменения, нажимаем P и убеждаемся, что размер второго раздела увеличился. Если вы вдруг сделали что-то не так, размер стал меньше, или номер раздела не тот, или еще что-то не так, то нажимаем Q, чтобы выйти без сохранения. Если же все правильно, пишите W для сохранения изменений. При этом вы видите сообщение, что таблица разделов была изменена. Если же выходит какая-то ошибка, допустим, что не получается изменить таблицу разделов, изменения будут применены при перезагрузке, то, возможно, вы где-то ошиблись. Система не смогла изменить разделы, которые используются. Тут стоит проверить по скриншотам, которые вы обязательно должны были сделать на этапе разведки, а как было раньше. И сравнить, как стало сейчас. Не получилось ли каша в первых и последних секторах каждого раздела. В нашем случае никаких ошибок не было. Раздел увеличился, значит ставим еще одну галочку. Теперь очередь физического тома. Посмотрим размер раздела и физического тома на нем. Как видите, LVM пока не заметила изменений, а значит нам нужно увеличить размер физического тома с помощью команды pvresize и проверить результат. Теперь видно, что размер физического тома увеличился. Если посмотреть группу томов, то видно, что места стало больше, то есть с группой томов нам никаких дополнительных операций делать не надо. Дальше нас интересует логический том. Для его увеличения мы используем команду lv-extend. Этой командой я выделил все свободное место в группе томов этому разделу. И, как видно по выводу, его размер увеличился почти на 3 гигабайта. Тут же я использовал ключ R для увеличения файловой системы на этом логическом томе. Если же у вас была другая башня, скажем без LVM, то вам пришлось бы увеличивать файловую систему самостоятельно. В зависимости от типа файловой системы для x4 команда была бы одной, а для xfs другой. То есть у каждого типа файловой системы свои команды. Теперь убедимся, что файловая система действительно выросла. Как видите, теперь размер корневой файловой системы стал больше. В целом, вся эта задача не такая и сложная. Но есть отягчающий фактор. Ошибка может привести к потере данных. И так как нет людей, которые не ошибаются, всегда делайте бэкап заранее и проверяйте, что бэкапы рабочие. Если вам показалось, что это долго и сложно, я просто сильно растянул тему, чтобы детальнее объяснить какие-то нюансы. В реальной среде вы наловчитесь, и всё это будете делать автоматом за считанные минуты.